Почту разобрать. 2 часа на почту уходит. Почта очень большая. А почему в 4,40? Ну вот, не ответит на этот вопрос. Не знаю. Так положено на сердце 4,40. И потом вдруг я нахожу, спустя уже много лет, Мария Тереза, которая была вообще, албанка святая, у них тоже пойдем в 4,40. Ни в 5, ни в 6. Потом еще нашел. Ну и что-то из этой цифры есть, но не знаю. Но я чувствую, что именно это хорошо. Вот сейчас Володя у меня уехал, а я-то могу и проспать. Через стенку жена наказывает, чтобы она постучала в стенку палочкой. Старшая сестре, она мне звонит в 4,40. И Володя тоже звонит в 4,40. То есть я 3 предохранителя поставил, чтобы не проспать, потому что интимная встреча с Господом. Мы сейчас молимся открыто, по скайпу. Сергей ведет. Ну я считаю, начало молитвы, потом псалтырь считаю и окончание о всех. Он командует. Не знаю, где поклоняются люди, чтобы знали, устав церковный. Это нельзя так, что не знать. Интересно, в одном месте я был в Венспасе, и там одна женщина зашла к баптистам, и ну стала каяться. А ей демон говорит, что каешься ты? А у тебя кофточка, то чья? Тебе этот Анатолий привез же с Финляндии, а тогда было это. Ну заблуд-то. Она туда я вырвала и бросила. А он говорит, что ты докажешь, что. У тебя трусы, и она все сорвалась с тебя. Он говорит, что волосы-то пахнут чем. Она такая большая, огромная лужа посреди, она туда упала. И давай волосы в этой. Это в житиях святых так написано. Решительно порвать, чтобы я был сразу отстал. У меня было так, у меня что-то имел. Да, было так. Ну не так, конечно. Я занимался конспектом Яна Златоуста, и в это время остался один большой. А Златоуст сказал, люби Бога и делай что хочешь. Нет? Нет. Просто я чувствую его приближение, как занимаюсь, и как холодеется. А я не топлю, и так-то холодно. А я Златоуста конспектирую. Я сразу на колени становлюсь, пока жара мне обдастся. А где эта церковь? Там, да? Хорошо. Хорошо.